День за днём 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 того, как наше государство и общество относятся к пожилым людям, которые заслуживают особой признательности, уважения и любви. Люди мудрого возраста заслужили эту особую честь, потому что большая часть их работы заложена в фундамент благополучия города. Они строили народное хозяйство, своими руками поднимали государство, с любовью и теплотой воспитывали детей. В Десногорске живет много людей, чья жизненная позиция для многих может стать примером. Одним из них является председатель Десногорского общества инвалидов Татьяна Желтышева. В начале мероприятия активная жительница города была награждена благодарственным письмом от Департамента Смоленской области по социальному развитию. Фестиваль «Душою вечно молодые» был организован при поддержке первичной профсоюзной организации Смоленской атомной станции. В этот раз он прошел в новом формате и включал себя пять номинаций. Участники проявили себя в искусстве художественного чтения, инструментальном творчестве и хореографии. Также были специальные вокальные номинации «День Победы» и «Любимый город». «Я вернусь туда, где небо столько лет, Старый двор, свой самый лучший на земле, где бренчал я на гитаре и не знал, что огромный двор мне станет очень мал». В завершении фестиваля все участники были награждены дипломами и памятными подарками. Виталий Волков, Юлия Соболева, Владислав Полоскин, Деснатовы. Проверять перепланировку в квартире могут начать с применением грубой силы. Судебные приставы будут вправе взламывать двери в квартирах, даже если хозяин помещения против. Такой законопроект размещен на портале нормативных правовых актов. Проникать в помещение через взлом дверей разрешат также для проверки исправности газового оборудования. В любом случае предварительно хозяину жилплощади поступит уведомление о готовящейся проверке, а проникновение в квартиру будет осуществлено в присутствии понятых. В законопроекте говорится, что с помощью этого нововведения службам будет проще выявлять неисправность газового оборудования и чинить его, а также пристекать самовольные перепланировки, которые угрожают конструкции дома. 5 октября российские преподаватели отмечают свой профессиональный праздник – День учителя. По этому поводу в Доме детского творчества прошло торжественное мероприятие. Виновников праздника городских педагогов поздравляли почетные гости. Ежегодно 5 октября все говорят спасибо и низко кланяются представителям одной из самых почетных и ответственных профессий на земле. Людям, от работы которых зависит будущее нашего общества. Отдавая дань уважения гесногорским преподавателям в Доме детского творчества прошла торжественная церемония чествования. В актовом зале собрали все представители системы образования, действующие работники и ветераны педагогического труда. Искренние поздравления, крепкого вам здоровья, благополучия вашим семьям, большего достатка, чем вы имеете сегодня. Я надеюсь, все будет хорошо. Все-таки что-то должно измениться, оно меняется и должно измениться к лучшему. Поэтому с наступающим вас праздником, всего вам самого наилучшего. Лучшие представители сферы образования из рук почетных гостей получили благодарственные грамоты и цветы. Поздравления, адресованные учителям в этот день, не смолкали. Слова благодарности звучали особенно искренне и трогательно. Я выражаю огромную благодарность всем вам, наши дорогие, замечательные, творческие и сердечные педагоги, за ваш труд и вклад в становление и развитие системы образования нашего города, которой мы поистине можем гордиться. Осуществляя образовательную деятельность, учителя в буквальном смысле слова вкладывают душу в своих воспитанников. Простая передача знаний не сама цель образования. Главное – вырастить личность и гражданина. Образование – это одна из тех систем, которая должна стоять не только учить детей, но и воспитывать, и что-то давать для души, для ума, для сердца. Я надеюсь, что в нашем образовании достаточно хороших педагогов, которые сделают это, и все будет у нас хорошо. День учителя – это очередной повод вспомнить и обратить внимание на нелегкий труд преподавателей, выразить им признательность за обучение и помощь в воспитании детей. Ведь часто только благодаря талантливым и чутким школьным гуру вчерашние двоечники начинают тянуться к знаниям, открывают в себе новые способности и развивают свои таланты. Виталий Волков, Юлия Соболева, Владислав Полоскин, Десна ТВ. Работающим родителям хотят выплачивать компенсацию за отсутствие места в детских садах. Рассмотрение такого закона пройдет в ноябре в Государственной Думе. Инициаторы предлагают выплачивать такую компенсацию во всех регионах России. А объем компенсации будет равный региональному прожиточному минимуму. Предполагается, что в этом случае родители будут без лишних тревог сидеть дома с ребенком, получая компенсацию. А это положительно скажется на психологическом состоянии всего семейства. В конце выпуска о погоде. 4 октября в Десногорске пасмурно возможен дождь. Температура днем плюс 13, ночью до 8 тепла. На сегодня это все новости. Больше интересного на нашем сайте desnadefistv.ru, а также в наших официальных группах в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. В студии работал Олег Соловьев. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok